Хотите узнать, как привлечь в свою жизнь удачу, достаток и благополучие на целый год? В преддверии покрова, одного из самых значимых праздников, у женщин есть уникальная возможность выполнить простые, но мощные обряды, чтобы обеспечить своей семье стабильность и процветание. В этом видео мы с вами расскажем, какие действия стоит предпринять до 14 октября, чтобы привлечь в дом изобилия. Оставайтесь с нами до конца, и вы узнаете, как создать вокруг себя атмосферу достатка и благополучия. Ну а прежде чем мы перейдем к тому, что именно нужно сделать до покрова Пресвятой Богородицы, чтобы привлечь удачу и достаток на весь год, давайте вместе активируем энергию изобилия. Напишите в комментариях фразу «Я, ваше имя полное, привлекаю достаток и благополучие в свою жизнь». Истина да будет так. Это поможет настроиться на позитивный лад и подготовить почву для привлечения финансового успеха. Теперь давайте разберем, какие действия необходимо предпринять до 14 октября. 14 октября – день покрова Пресвятой Богородицы, почитаемый как важнейший православный праздник с древних времен. В этот день вспоминают события, произошедшие в X веке, когда Богородица явилась молящимся в храме Константинополя и распростерла над ними свой покров, символизируя защиту и заступничество. Для верующих этот день стал символом особого благословения и покровительства, и с ним связано множество традиций и ритуалов, в которые важное место отводилось женщинам и семье. Для женщин покров символизировал начало нового жизненного цикла, переход от осени к зиме, и с этим днем было связано множество обычаев, которые касались не только духовной, но и материальной сферы жизни. На покров женщины обращались к Богородице с молитвами о защите дома, благополучии семьи, здоровье детей и удаче в делах. Считалось, что если соблюдать определенные ритуалы, практики, обряды, то год пройдет в достатке и в счастье. До покрова Пресвятой Богородицы 14 октября каждая женщина стремилась подготовить свой дом и себя к этому важному дню, что привлечь удачу и достаток на весь год. Одной из самых древних традиций было проведение генеральной уборки и очищение дома. Эта практика символизировала освобождение от старой, застойной энергии и приготовление пространства для чего-то нового и светлого. Особое внимание уделялось тому, чтобы убрать весь хлам, старые вещи и мусор, которые могли накапливать негативную энергетику. Пыль и грязь в народных верованиях ассоциировалась с бедностью, поэтому женщины тщательно вычищали каждый уголок дома, особенно кухню и обеденную зону, которые символизировали достаток и семейное благополучие. Одним из знаковых жестов после такой уборки было то, чтобы оставить на столе свежий хлеб или каравай. Этот символ изобилия и плодородия закладывал намерение на финансовое процветание в наступающем году. Хлеб, как главный продукт на столе, становился оберегом, привлекающим благополучие. Традиции с водой также играли важную роль. На покров женщины вставали на рассвете и умывались родниковой или колодезной водой, веря в ее особую очищающую силу в этот день. Вода в этот день олицетворяла начало нового этапа, смывая с тела и души весь негатив, накопившийся за год. Важно было также провести и ритуалы по очищению дома. Омывали окна, двери и порог, чтобы очистить дом от злых духов и открыть его для новой светлой энергии, создавая защитный барьер для будущего года. Посещение церкви и молитва Богородицы была обязательной традицией для женщин. В этот день в покров Пресвятой Богородицы женщины просили о защите семьи, здоровья и благополучия. Молитвы, обращенные к Богородице, особенно касались просьб о финансовой стабильности и избавления от бедности. Женщины верили, что искренние молитвы, сказанные в этот день, обязательно будут услышаны, и Богородица покроет семью своим защитным покровом, даруя удачу на целый год. До покрова Пресвятой Богородицы женщины активно готовились, создавая обереги для привлечения денег и защиты семьи от бед. Одним из распространенных оберегов были мешочки с зерном. Зерно в народной культуре символизировало изобилие и богатство, и такой оберег часто носили с собой, особенно в кошельке, чтобы финансовый поток был постоянным. Мешочек с солью, как символ защиты, тоже был популярен. Соль с древних времен считалась мощным амулетом, который очищал пространство от негативной энергии и сохранял гармонию в доме. Мешочки с солью размещали на кухне, веря, что это привлечет стабильность и финансовое благополучие. Другим способом привлечения удачи было создание вышитых рушников или платков. Женщины старались вышивать узоры, которые бы символизировали богатство и удачу, и такие зелья либо дарили близким, либо использовали для ритуалов, которые были направлены на улучшение финансового положения. Вышитые обереги часто служили талисманами, которые приносили процветание и защищали семью от бедности. Одним из главных ритуалов на покров было приготовление пищи, особенно блинов. Блины символизировали солнце, изобилие и удачу. Женщины пекли как можно больше блинов, чтобы накормить духов дома, а также делились ими с близкими и с соседями. Считалось, что чем больше щедрости, проявлено в этот день, тем больше финансового благополучия вернется в дом. Приготовление праздничных угощений, включая блины, символизировало изобилие и достаток в семье. Не менее важной традицией было начало работы с тканями и нитями. Женщины верили и знали, что если начать прясть, шить или вязать до покрова, это принесет удачу на весь год. Шитье и вязание рассматривались как магические действия, которые помогали управлять судьбой, вплетая в жизнь успехи финансовое процветание. Начало нового проекта, такого как шитье одежды или создание праздничной скатерти, символизировало привлечение удачи и финансового роста в дом. До покрова существовал особый ритуал, направленный на привлечение финансового благополучия и укрепление семейного достатка. Обряд с монетами был один из таких ритуалов, и его символом заключался в том, чтобы распределить денежную энергию по всему дому. Женщины брали горсть мелких монет и медленно рассыпали их от порога, проходя через основные комнаты дома. Этот жест олицетворял раздачу денежной удачи, чтобы финансы постоянно циркулировали в доме и деньги никогда не покидали семью. После завершения обряда, монеты тщательно собирались и прятались в укромное место, часто в кухонном шкафу или рядом с семейными реликвиями, считая, что они будут служить денежным магнитом для дома. Еще одной интересной традицией перед покровом Пресвятой Богородицы было приобретение новых вещей. Женщины старались купить хотя бы одну новую вещь для дома или для себя, чтобы привлечь удачи и обновить энергетику своего пространства. Это могла быть новая одежда, которая символизировала личное обновление и подготовку к новому этапу жизни или новый предмет для кухни – символ очага и семейного благополучия. Важно было выбирать такие вещи, которые приносили радость и удовлетворение и не слишком тратить деньги, ведь чрезмерные расходы могли нарушить финансовую стабильность. Посадка деревьев или растений перед покровом Пресвятой Богородицы также занимала важное место в обрядах. В народе верили, что это действие приносит не только хорошие урожаи в следующем году, но и символизирует устойчивый рост и процветание семьи. Посаженное дерево становилось символом роста финансового благополучия и уход за ним демонстрировал желание и способность заботиться о своих ресурсах. Плодовые деревья, такие как яблони или груши, особенно ценились, ведь они олицетворяли у наших предков плодородие и изобилие. До покрова считалось важным завершить все начатые дела и закрыть долги. Это действие имело, возможно, символическое значение – окончание старых обязательств перед началом нового цикла жизни. В народных традициях завершение всех дел символизировало избавление от ненужных обременений и открытие пути к новым возможностям и процветанию. Незавершенные дела ассоциировались с застойной энергией, которая могла помешать финансовому и личному росту в будущем году. Поэтому до покрова крестьяне стремились завершить все хозяйственные работы, расплатиться с долгами и закончить любые начатые дела. Помимо этого, народная мудрость подчеркивала важность восстановления гармонии в отношениях с близкими. До покрова люди стремились помириться с теми, с кем могли возникнуть конфликты или ссоры. Считалось, что обида может негативно сказаться на благополучии семьи и здоровье. Поэтому примирение до покрова Пресвятой Богородицы 14 октября играло важную роль не только для укрепления отношений, но и для привлечения удачи и благополучия. Восстановление мира в доме символизировало внутреннее и внешнее равновесие, что считалось залогом удачного года. Также существовала традиция делать пожертвования бедным. Народе Ведр верили, что щедрые поступки, совершенные до покрова, помогают притягивать Божие благословения как в дом, так и в семью. Женщины могли раздавать еду, одежду, даже деньги к тем, кто нуждался, тем самым проявляя доброту и заботу о других. Этот акт милосердия укреплял репутацию человека, способствовал очищению кармы и гарантировал, что в дом вернется вдвое не больше, чем было отдано. Пожертвования не только укрепляли связи с окружающими, но и служили магическим ритуалом, открывающим двери для новых финансовых возможностей. До покрова женщины уделяли особое внимание и подготовке к зимнему периоду. Это касалось не только дома и пищи, но и одежды. Важной традицией в этот период было приведение в порядок зимней одежды для всей семьи. Женщины тщательно осматривали теплые вещи, штопали и чистили их, чтобы подготовить холода. Этот процесс символизировал заботу и готовность к наступающему зимнему периоду. Считаю, что если позаботиться о зимней одежде до покрова, то зима пройдет мягче и будет защищенной от суровых морозов, а семья будет находиться под покровительством Богородицы и в достатке. Чистота и порядок в одежде, по народным поверьям, привлекали здоровье и уют. Одновременно с подготовкой одежды к зиме шла активная подготовка зимних запасов. До покрова следовало завершить все дела, связанные с заготовкой продуктов. Это было время приготовления солений, варенья и других консервов. Эти запасы олицетворяли изобилие, достаток и устойчивость семьи на предстоящие холодные месяцы. Полные кладовые символизировали благополучие, обеспеченность и готовность к зимнему периоду, что придавало уверенность в будущем. Чем больше заготовок было сделано, тем больше процветания ожидали в доме в течение всей зимы. Также в ней до покрова особое внимание уделяли и духовным практикам, включая ритуалы благодарности. Женщины посвящали время тому, чтобы выразить благодарность Богородице за защиту, поддержку и уже имеющиеся блага. Это могла быть как молитва в храме, так и тихий ритуал в кругу семьи. Благодарность за семейное счастье, здоровье и помощь воспринималась как ключевой аспект привлечения новых удач и благословений в дом. Этот обряд был важным шагом для того, чтобы укрепить внутреннее чувство гармонии и привлечь больше счастья и достатка на будущий год. До покрова в народной традиции существовало и множество обрядов, направленных на привлечение удачи и достатка в дом. Одним из самых известных ритуалов был обряд с монетами, которые клали под скатерть на обеденном столе. Это действие символизировало привлечение непрерывного денежного потока в дом и обеспечивало финансовое благополучие на весь предстоящий год. Монеты под скатерть не только символизировали деньги, но и становились оберегом, защищающим дом от бедности. Еще одной важной традицией было очищение дома огнем. С этой целью на пороге дома зажигали свечу и оставляли ее гореть до тех пор, пока огонь не очистит все пространство от накопившейся негативной энергии. Свеча играла роль магического инструмента, который сжигал все негативные влияния, поступившие в дом в течение года, подготавливая его к приходу новых благ и изобилия. Этот обряд помогал создать энергетическую чувствую и защищенную атмосферу в доме. Также до покрова женщины старались навестить своих подруг или соседок. Такие встречи носили не только социальный характер, но и энергетический. Обсуждение хороших новостей, деловых планов и просто обмен положительными эмоциями воспринимались как способ привлечения удачи. Взаимная поддержка и общение с близкими женщинами создавали мощный поток положительной энергии, которая способствовала как личному, так и финансовому процветанию. Социальные связи, укрепленные до покрова Пресвятой Богородицы до 14 октября, помогали обеспечивать стабильность и удачу в будущем. Итак, друзья, сегодня вы узнали, какие простые предметы, методы могут помочь привлечь изобилие и удачу в ваш дом. Теперь ваша очередь попробовать применить эти советы в жизни, и вы увидите, как это все начнет работать в вашей жизни. Обязательно напишите в комментарии, что вы будете из этого делать в своем доме. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Желаю вам финансового процветания и до встречи в следующем видео. Прямо сейчас на экране вы увидите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.